Всем привет! Сегодня на нашем канале вот обзор вот этого замечательного девайса. Вот у меня сколько гриль есть, я все время хотел купить к нему вертел. И вот это произошло. У меня есть вертел. Вот это вертел для угольной гриле Weber диаметром 57 сантиметров. А сейчас я про него расскажу. Как будет построен рассказ. Я сначала расскажу, с чего он состоит, покажу, как он выглядит. После этого расскажу о его минусах, о его плюсах и покажу, как он устанавливается на гриль. Ну, поехали! Итак, из чего он состоит? Ну, здесь на самом деле деталей совсем мало. Здесь вот этот вот спид, то есть это стальная такая вот штуковина с двумя вилками. Вот вилки вот на таких специальных зажимах. Вот эти вот два зажимчика они регулируются с помощью вот такого винта. И соответственно их можно перемещать по вертелу вправо-влево и этот, соответственно, тоже. Вторая деталь это, собственно, вот этот вот, как это назвать, цилиндр. Он тоже сделан из стали. Вот. И покрыт той самой выборовской фарфоровой эмалью. Вот. Кроме этого есть еще, разумеется, мотор. Мотор электрический. Он установлен вот на такой вот кронштейн. Вот. И, собственно, снимается. Вот таким образом его можно отдельно возить, носить, не знаю, убирать на хранение. Вот. Собственно, все. На самом деле устройство очень простое. Вот теперь я вот могу включить, показать, как он, собственно, работает. Значит, спид вставляется вот таким вот образом. Вот. Значит, и вертел еще нужно подключить к электричеству. Сейчас я это сделаю. Все, готово. После этого нажимается кнопочка включения вот эта вот. И он вращается. Скорость у него одна. То есть, соответственно, вращение происходит всегда на постоянной скорости вот на такой. Ну и, собственно, таким же образом он выключается. И таким же простым образом он выключается. То есть, нажимаем опять на кнопочку и все. Он не работает. Ну а теперь, как и обещал, да, про минусы и плюсы. Значит, минусов на самом деле здесь совсем немного, но, тем не менее, они есть. Вот минус, который я сразу обратил внимание, это длина вот этого шнура. То есть, он очень короткий. Конечно, вот видно, да, что гриль здесь стоит рядом. Когда вертель будет стоять на гриле, то, в принципе, длины хватит для того, чтобы его подключить вот к переноске. Вот. Но при этом, если вдруг какие-то другие условия, да, то, соответственно, этого шнура может не хватить. Значит, еще один минус. Ну, это даже не минус, а скорее какая-то странность. Это то, что сам вот этот вот спид, он просто свободно лежит, просто свободно лежит в пазах цилиндра. То есть, соответственно, он, видимо, с течением времени будет стирать здесь эмаль. Вот. Не знаю, может быть, это и не страшно, но, в общем, мне показалось, что это такое странное, странное решение. Вот. Еще я в интернете смотрел, что у этих вертелов в других странах, там, в Соединенных Штатах, да, то есть, там есть еще противовес, который вешается вот на эту часть для того, чтобы уравновешивать его. Здесь, в данном случае, никакого противовеса нет. Ну, не знаю. Наверное, тоже, может быть, это и не минус. Может быть, все будет работать хорошо. Теперь про плюсы. Значит, плюс первый. Ну, выполнен он офигенно качественно. То есть, это прям сразу видно. Тут все. И сталь, и все детали. Все сделано очень-очень круто, очень качественно. Вот. Еще один гигантский плюс, это то, что я вот все время думал. Думаю, электрический мотор. То есть, вертел — это штуковина, которая находится на улице все время, да. То есть, может быть, дождь, может быть, снег. Но обратите внимание, насколько хорошо он защищен. То есть, здесь даже сама кнопка включения-выключения, она вот в такой вот капсуле находится, мягкой. То есть, соответственно, здесь вода и не страшна никак. Ни снег, ничего. Вот. И единственная, как бы сказать, дырочка, да. То есть, это вот дырочка, куда вставляется сам спид, да, вся эта спица. Вот. Значит, она единственная открыта. Ну, я думаю, что, наверное, разработчики все-таки предусмотрели, и вода здесь не повредит. Ну, и плюс, еще один плюс, который тоже меня очень сильно, значит, занимает, это то, что на этот вертел можно насадить, если говорить о размерах продукта, очень большой продукт. Например, совершенно спокойно сюда войдет две курицы. Две курицы вот так подряд, они сюда уместятся, но это, конечно, не благодаря вертелу, скорее, это благодаря диаметру, диаметру гриля. Но, тем не менее, это круто. То есть, можно что-то очень большое заделать. Прям-прямо здесь, на этом вертеле. Ну, а теперь я покажу, как вертел устанавливается на гриль. Для этого нам нужно снять крышку, решетку, соответственно. И вот теперь начинаются нюансы. Начнем с первой. Смотрите, вертел я буду ставить так, чтобы он, чтобы спид располагался вот таким вот образом. То есть, это означает, что у меня жар должен быть справа и слева, потому что блюдо на вертеле готовится на непрямом жаре. То есть, соответственно, первое, что нужно сделать, это повернуть решетку для угля вот так. То есть, чтобы она стояла в таком положении. Зачем это нужно? Это нужно, ну, в данном случае у меня барьеры. Вот, если бы у меня был чербаски, то, соответственно, ее можно было бы не поворачивать. Вот, ну, поскольку я использую вот такие вот барьеры-разделители, то они устанавливаются вот так. То есть, здесь, соответственно, у нас будет уголь. Вот, здесь мы поставим поддон, и над ним будет располагаться вертел. Вот, соответственно, теперь мы берем всю эту конструкцию и устанавливаем ее сверху. А, вот, важный момент. Вот, неудобно висят инструменты. То есть, это означает, что их нужно переместить туда, где нет мотора. То есть, соответственно, мы убираем инструменты на другую сторону. И обязательно вот сюда, потому что сюда их нельзя ставить, тут будет жар, и они очень сильно нагреются. А здесь с ними все будет в порядке. Вот, и ставим вертел. Вот таким образом. То есть, вот видно, что он находится ровно над тем, той зоной, так сказать, где у нас не будет прямого жара. А вообще, в целом, на этом все. После того, как устанавливается уже блюдо, да, продукт, собственно, загружается уголь, после этого просто вся эта конструкция накрывается крышкой сверху. Вот, и выглядит вот так. Ну, как видно, хватает шнура, все равно мелковат. Они, конечно, рассчитали длину, я бы сделал подлиннее, наверное, по-русски, на всякий случай. Ну, а крутиться в котле, он будет вот так. Включаем. Вот оно вращение. Ну, а теперь, почему я вообще хотел вертел. В чем, как бы, кайф вертел. На самом деле, вертел, он дает всего две вещи. То есть, первое, на вертеле блюдо готовится особенным образом. Вот почему. Потому что оно все время вращается. То есть, когда оно вращается, его соки, они, как бы, обтекают его. То есть, когда оно просто лежит на решетке, то сок просто скатывается по поверхности и капает вниз. А тут, в данном случае, благодаря вращению, сок долго задерживается на поверхности блюда. То есть, в результате получается, что уровень карамелизации, то есть, вот эта вот корочка хрустящая, да, вот она получится гораздо более интересной. Вот. Ну, и вторая причина, это то, что вертел, благодаря тому, что блюдо само по себе находится в движении, он требует минимум участия. То есть, по сути, вот это вот вообще полностью для ленивых там поставил, закрыл и ушел. То есть, пришел через там нужный период времени или по показаниям термометра, все. То есть, делать практически ничего не нужно. Вот. Это вот две таких основных причины. Ну, и плюс вертел, еще одна такая, может быть, дополнительная причина. Вертел позволяет сделать что-то действительно очень такое мощное. То есть, там, например, я не знаю, рябай на кости, его вот так вот здесь расположить. Вот целиком такой мощный, килограмм на 6, может быть, на 7 даже, да. То есть, и если он на решетке готовится, то там, ворочать его, это неудобно. А тут, в данном случае, все будет прям замечательно. Вот. Поэтому ждите в наших следующих видео рецепты блюд на вертеле. Начну я с чего-нибудь такого простого, разумеется. То есть, это, конечно, будет, скорее всего, курица. Вот. Ну, вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok